МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Погаднение в супрацовнистве было подписано в 2016-м и различено на 3 годы. Подчас встречи представники органов УЛАДы, профсоюзов и наймальников констатуют, зараз головное скардиновать намагание на достигнение огульных мед. Все равно больше актуальных проблем, на которые необходимо звернуть увагу, по мере зарплаты и свойчасовость ее выплаты, повышение квалификации работающих и забеспечение занятости в умовах оптимизации вытворчасти. На думку процедуников профсоюза, в сучасных умовах необходимо больше активно займаться информованием насельництва, а так само створать на предприемствах и организациях первичные профсоюзные организации, которые будут займаться обороной правоуработников. Зараз, до речи, такие первички отсутствуют на больше 350 субъектах господарения региона. А про чатаго, на думку боков, необходимо больше отказно подыходить до коллективных договоров. Сегодня это минавито той документ, який продуглеживает правы и отказанность працуют шахи наймальников на каждом конкретном предприемстве. Мы должны более активно использовать свой рычаг, сами профсоюзы свой рычаг. Это коллективный договор. Коллективный договор, как и соглашение, является тем рычагом в нашей деятельности, который установлен именно законодательством. На местах можем регулировать и улучшать положение трудящихся на каждом коллективе. И в полной мере должны это использовать. На Гомешчине почали выраблять уникальный для Беларуси продукт – кошерное мясо. Его покупником станет держава Израиль. Незвычайный бизнес распочало приватное предприемство, что не так давно заявилось в Будокошелевском районе. На мясокомбинате, якому нема аналога у СНД, побывала Настасья Кучинская. Кожный правоверный яурей повинен ведать и выконывать законы кашруту, взводу правилов. Я не тычется в первую чергу продуктов харшавания. Кашерная ежа повинна быть натуральной, уживая дозволяется не все продукты. Например, мясо можно есть и только живет с раздвоенными копытами и с дольностью жевать. Есть еще шмот строгих правил. Кападповедать им, приватному предприемству, с Будокошелева пришлось модернизовать могутности. Автоматизованная линия по обвалу за сыровины сдольные вырабляет до 50 тонн мяса в измену. Холодильные за ховость 300 тонн от надшасова. В цеху убоя установлены новые рабочие места, которые требовала израильская сторона. Также мы оборудовали несколько новых холодильников, где будет храниться только кошерное мясо. Также во Франции нами была заказана новая линия по упаковке мяса в вакуум со сроком хранения 35 суток. Перший забой живел для отгрузки кошерной яловичины на экспорт выраблены у присутности религийных простонников Израиля. Кошерные товары одрозниваются высокими потребованиями до якости. До того живела повинна быть забита самым безвольным способом. Это робят специальные люди, шахеты, и они приехали на Будокошелешину из Израиля. Мы ведь не задоволены тем, как и где праца. Все отрывается с первого раза. Слава Богу, что шмат яуреев в России и в Израиле будут есть и кошерное мясо. Сто процентная реализация продукции на экспорт была запланована еще на стадии подрыхтовки проекта. Это тое самое мясо, какое худка отправится у Израиль. Специальная перчатка, стверждая отповедность традициям кашрута. У красавику иудеи означают святописок. И, как шакается, мясо сгомельшины до этого часа уже будет на столах израильтян. Объем отгрузки продукции в складе прикладно 28 тонн за сутки. Продприемство заключило контракт с израильской фирмой «Якая Майя» шмат годовый вопыт поставок кошерного мяса из Европы. Робин у него очень высокий, и он подходит для Израиля. И мы думаем, что он не будет хуже, чем Испания и Польша. Продприемство створило 150 проценных мест. А у работники, у основных же хоры Будда Кошалева, середняя зарплата у минулого месяца склала тысячу рублей. Проект стал выником домовленностей, взробленных подчас Гомельского экономичного форума. Работой с мясовыми уладами засновальники застались задоволены. От идеи до выпуску первой продукции прошел год. Для такого масштабу справок это невеликий термин. Настасия Кучинская, Игорь Марышенко. Отель радует компания «Гомельс» Будда Кошалевского района. До инших тем. На Гомельсчине протягивают работу наглядальные комиссии. Головная задача – контроль ситуации у домовладениях наибольшь необороненных категорий насельництва и оказание им допомоги. У рейд по Добрушским районе сегодня накировался наш корреспондент Олег Синцеров. Жигунский сельский совет Добрушского района 10 годин ранится перед початком работы наглядальной комиссии информация о ситуации на территории и планах на этот день. Необходно наведать 15 домовладений, у которых проживают одинокие состарелые и семьи с детьми. В составе наглядальных комиссий разом с представниками органов улады сопротивленники милиции, работники социальной службы, энергетики, газовики, вратовальники, что дозволяет анализовать ситуацию не только по каждому конкретному выпадку, а и принимать адекватные меры. Головная мета – безпека грамадян. У одинокой пенсионерки газовая плита выбросила термин эксплуатации. Далейшее выкрестание такого обсолевания может уявлять реальную погрозу. Нам в управлении ситуации даётся три месяца. Я не запрещаю, я даю предписание на её замену. Отключить пищеприготовление мы не имеем права по закону. Ещё одна категория, якая на контроле наглядальных комиссий – семьи с детьми. У Людмилы Лявковой четверо детей. Никаких проблем тут не яснуе, а ли нагадать о правилах беспечных по воде, но я ещё раз не перешкодить. У Вогули наглядальная комиссия на Гомишине працует уже не первый год, а тому основную колькость питаний, які были актуальны ранее, отрымалося выращить. Тепер, подчас наведывания дома уладаний, члены комиссии особливо подкресливают. И они пришли не только для контроля, а ли перш за всё выслухать за уваги и при необходности оказать допомогу. Одна з наибольших распосюдженных за уваги наглядальных комиссий – отсутность у жилых покоях автономных пожарных оповещанников. Не только пик тут у Вогули николи не было, а ли подчас ремонту оповещанники, звичайно, вздымаются и потом на место уже не вертаются. Захование правил пожарной безпеки сегодня у Вогули набывает особливую актуальность. Весной вязковцы, як до речи шмотяки и дачники, починають спаливание смети и сухих рослин, что может привести до пожара. В Добрском районе такие выпадки у попередних годы были. Основные условия для сжигания мусора – это нахождение кострища, это 15 метров от строения, это устройство минерализованной полосы вокруг кострища, это нахождение первичных средств пожаротушения, ну и необходимо самому контролировать сжигание. Три года назад пострадало несколько строений деревня Дубровка, сгорел дом, две соседские постройки, бабушка сжигала мусор. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадио-компания «Угомель» с Добрского района. Сегодня в Гомельском Державном медицинском университете отбылось размеркование выпускников. Все лето в учебу завершают 580 студентов, 430 человек с лечебного факультета и 150 – с медико-диагностичного. Комиссия принимала решение с уликами их в учебной поспеховости, в дело у наукового доследствия деятельности, семейного становища и место жихарства. Уличывались и особистые пожадания. Выбор на прамку профессийной деятельности будущих урачов вызначается пероликом медицинских специальностей интернатуры, затвердженным Министерством охоты здоровья. В этом году 50% выпускников на керованах в больнице и поликлинике Гомельщины. Все выпускники медицинских вузов, в частности нашего, они обеспечены всегда первым местом работы. Поэтому тревоги у выпускников о том, найдут они себе место в жизни или не найдут, у нас нет. В принципе, мы никогда на распределении не встречаем каких-то возражений по тем местам, которые предлагаются для работы. О чем радует? Это говорит о том, что хорошая воспитательная работа, и у нас хорошие дети. У Сусветный день обороны правоус-пожилцов с жихарами Гомеля сустрелась начальник управления гандлю и послух Гомельского гарвы-конкама Светлана Короткевич. За минулый год в управлении гандлю и послух Гомельского гарвы-конкама поступило больше, как 460 зворотов, когда 73 из них тычились обороны правоус-пожилцов. Одна с тенденцией – частей за все покупники звертают увагу на свои правы только после их порушения. Не глядя на доступность информации, люди звертаются до ЯЕ, только когда сутыкаются с полными проблемами. Однако больше этих гандлювых организаций идут на сустрич покупникам и им кнется вырошать конфликтные ситуации на корысть с пожилцов. Изначально, прежде чем подписывать договор, прежде чем совершать ту или иную покупку товара, необходимо ознакомиться и с характеристиками товара или услуги, ну и, соответственно, изучить договор, который предоставляется на подпись, для того, чтобы впоследствии не возникало вопросов о том, что потребитель был неинформирован. Как правило, зачастую получается, что покупатель или потребитель услуги подписывает свой договор, не читая его. Естественно, уже очень трудно доказать, что это не вина самого потребителя, а вина изготовителя или непосредственно продавца. Сегодня у музея Гомельского палацово-паркового ансамбля отбылась презентация выставы, присвеченная юбилею газеты «Гомельская правда». Каляста экспонатов расповедаются об шляху самого старого друкованного выданья Беларуси. 22-го соковика сполнится 100 годов с дня выходу первого номера газеты. Вероника Вороширина с подробязностями. Газета «Гомельская правда» народилась у вихра революционных падей 1917 года. У «Розный час» я наносила розные назвы. Известия Гомельского совета рабочих и солдатских депутатов, путь советов, Полесская правда. Подсушастные назвы «Гомельская правда» выходят с 1938 года. Али заусёду журналисты в Идании мкнулись описать об самом актуальном. У Гады Великой Айчиной наближали пером перомогу. У Красавику 61-го поведомляли о першем полете человека «Космос» у 86-м про шарнобыльскую трагедию. На выставе представлены уникальные фотографии и газетные публикации, які не только кажуть про гэтая падея, але и знайомись журналистами, фотокорреспондентами, редакторами, які у свой час заклали лепшая традиция. В «Гомельской правде» я проработал в штате 15 лет до выхода на пенсию. И 15 лет до этого я был внештатным сотрудником. «Ну а молодым сотрудникам пожелаю одного острых перьев, хороших материалов, потому что газета, она живёт, казалось бы, сутки в день выхода, и на следующий день кто-то в неё заглянет. А материалы газетные остаются в памяти, если они острые, если они задеваются живое». Выставила присвешенная юбилею газеты «Гомельская». Правда, не выпадково разместилась у музея Палацево-паркового ансамбля. Навіто у гэтых величных стенах и на выходе лапылный час. Разом с ксерокопиями редких номеров у экспозиции профессийная друкованная техника, импровизованный кабинет редактора и фотолаборатория. А так само юбилейные значки у знагороды журналистов «Гомельской правды». Тут так само можно убашить юбилейное выдание, над створением якого працаваў у весь коллектив редакции. У яго вайшли уникальные фотоматериалы, успамины ветеранов и наибольш лучные артикулы. У целом мероприемство, присвеченное 100-годовому юбилею газеты «Гомельская правда», будет протягиваться еще несколько месяцев. Жихароур ее начекает множество цікавых святочных сюрпризов. Это и посадка леса, это и сочинение в школах во всей области о «Гомельской правде», это и спортивные соревнования, это и встреча с ветеранами, журналистами, которые работали в «Гомельской правде». Ну и масса других каких-то встреч. Будут награды, будут теплые слова, поэтому мы вот с хорошим настроением встречаем свой юбилей, свой праздник. Вероника Врашилина, Михаил Рабко, телерадоакомпания «Гомель». «Гомельская областная филармония» рыхтуется означать 50-годовый юбилей. Зараз там проходят постоянные репетиции «Нумаров», и ке глядачы убачат подчас юбилейного концерта 24-го соковика. Сёня в составе «Гомельской областной филармонии» 13 коллективов, и ке выступают в разных жанрах, от иллюзийных представлений до выконания классичной и сучасной музыки. Подчас великого юбилейного концерта в областном громадско-культурном центре рыхтуются не только лепши «Нумары», а и шарах приемных сюрпризов. Разом с гомельчанами на сцену выйдут знакомитые белорусские артысты, які у свой час выступали с коллективом филармонии, и те з'являются яе выхованцами. На концерт, который состоится 24 марта, в 18.30 в зале общественно-культурного центра «Ланги-17», билеты уже проданы за два месяца. до начала мероприятия. Сегодня зритель готов принимать культурное мероприятие и наслаждаться не только эстрадными произведениями, но также и классическими мероприятиями. Директор Гомельской областной филармонии Алена Давыдовская. Завтра станет гостей программы «Деялог». Я на видеоэфир на телеканале «Беларусь-4» о 19.01.20 хвилин. Свои питания про пановы и зауваги вы можете выказать по телефону, по номеру промога эфиру у Гомелли 77-68-45. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы сочем с развитием подеи у Гомелли в области. Заставайтесь с нами.